Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Один ребенок погиб, двое в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на улице Фабрициуса. Таможня дает добро, но не на все. Во избежание неприятностей введено предварительное информирование о товарах. Сочинские ветераны пройдут оздоровление. В преддверии Дня Победы стартовали традиционные городские проекты по санаторно-госпитальному лечению. 27 клубов из пяти стран. В Сочи проходит международный турнир детских команд Кубок «Газпромнефти». Президент Палестины Махмуд Аббас намерен посетить Россию 11 мая. Об этом сообщают известия. По данным издания, в ходе встречи Аббаса и Путина в Сочи планируется обсудить перспективы проведения в Москве Палестино-израильских переговоров. К другим новостям. В минувшие выходные в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий произошло несколько чрезвычайных ситуаций. В районе красного штурма с Буны волной смыло мужчину. Его так и не удалось обнаружить. С высотки на улице Мацестинской ветер сорвал часть крыши. Она нависла над подъездом. Спасателям пришлось ее демонтировать. В результате повреждения проводов в селе «Веселая» без света осталось 2500 человек. Сейчас линии уже восстановлены. Из-за непогоды повалено 22 дерева, повреждено 3 автомобиля. Оперативным выездом бригад служб посения, дежурными бригадами коммунальных служб, районами деревья были оперативно распилены и фактически все убраны. То есть ситуация находится под контролем. Дожди у нас будут еще продолжаться сегодня-завтра. Возможно, порывы ветра сегодня еще до 20 метров в секунду. Завтра уже чуть поменьше. Но, соответственно, сегодня дожди грозы местами сильные. Завтра поменьше уже дождей. К среде будет более-менее благоприятная ситуация. Но мы службу держим все также в готовности. Следственным отделом по Хостинскому району возбуждено уголовное дело по факту ДТП на улице Яна Фабрициуса, в результате которого один подросток погиб, двое других в больнице. По данным следствия, 43-летний водитель Киарио двигался в направлении улицы Транспортной. В результате маневра он не справился с управлением и наехал на зеленый островок безопасности. На клумбе в этот момент стояли дети. Одного мальчика 11 лет спасти не удалось. Скорая прибыла через 6 минут. Работала три бригады. Оказывали сразу же помощь. К сожалению, один мальчик был изначально в очень тяжелом, крайне тяжелом состоянии по причине полученных при этом ДТП травм. Затем дети были привезены практически одномоментно в нашу больницу девятую, где им оказывалась помощь в полном объеме. Двое детей в настоящее время находятся в больнице. Состояние их не вызывает никаких опасений, стабильное. Все, что нужно, мы им у нас есть, мы им это все оказываем. Всю помощь в полном объеме согласно стандарту. Один ребенок, к сожалению, погиб. В настоящее время подозреваемый допрошен. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру. Еще одно ДТП с участием ребенка произошло на транспортной. По предварительным данным, водитель Нивы двигался с большой скоростью, допустил неуправляемый занос и столкнулся на встречной полосе с Мерседесом. В результате пострадали три пассажира Мерседеса, в том числе и шестилетний ребенок. Все они в момент ДТП находились на заднем сидении, пристегнутые ремнями безопасности. С места происшествия их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Завтра у большинства сочинцев выходной день. По распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева предприятия дадут возможность своим сотрудникам посетить могилы близких на так называемый родительский день. В Сучино-Радонец увеличат количество общественного транспорта. В Центральном районе будут усилены направления в сторону кладбищ на Дагомыска и Барановке. Интервал движения на большинстве маршрутов составит не более 15 минут. В Хостинском районе увеличат количество автобусов на погосты в селе Раздольное и на улице Леси Украинки. В Адлерском районе, в село Молдовка и в район Золотой Гребешок. В Лазаревском районе на контроле будут маршруты к кладбищам в районе санатория Минисимашка и в поселке Лао. Дополнительно от перекрестка улиц Павлова и Изумрудная на верхнее кладбище в Лазаревском будут ходить два автобуса средней вместимости. Время их работы с 8 до 18 часов. Отправление автобуса по наполняемости. Информацию о местонахождении автобуса в данный момент можно узнать в МУП «Сочи Автотранс» по телефонам 227-01-29 и 8-988-238-40-98. Продолжаем. 7 тысяч казаков прошлись маршем в Краснодаре. Торжественным парадом на Кубани отметили 26-ю годовщину со дня принятия закона о реабилитации репрессированных народов. После молебна в храме Александра Невского казаки с троем прошли на театральную площадь. Открыли парад оттаман Кубанского казачьего войска и губернатор Краснодарского края. Наши деды и прадеды прошли испытания войной, кровью, безмолвием. Кубанское казачество возвратилось. Наша войска сегодня лучшая в стране. Вам снова доверили охранять границы. Охранять наших детей. Общественный порядок в наших городах, станицах и селах. На вас сегодня смотрит весь край. В ваших руках честное имя кубанского казачьего войска. Его слава и гордость. Братья казаки. За плечами наших предков великое прошлое Кубани. За вашими плечами. В том числе и стоящих на этой площади. Я уверен, не менее великое и ее будущее. Слава России. Слава Кубани. Слава Кубанскому казачеству. Потенциал казаков, как патриотически настроенной части общества, огромен. Мы хотим и можем принести нашей стране еще больше пользы. Именно поэтому Кубанское казачье войско вышло с инициативой создания казачьих подразделений в составе Росгвардии и казачьих воинских частей в системе Министерства обороны страны. Расширить наши возможности позволит и новый закон о развитии российского казачества, работа над проектом которого идет на Кубани в полных годах. Перед началом парада на театральную площадь вынесли регалии Кубанского казачьего войска. Участие в празднованиях приняли казачьи общества из всех районов края. Приехали представители отдела в Искорочаево-Черкесии. В строю также промаршировали воспитанники кадетских корпусов. Из кубанских городов Крым будут ходить пассажирские морские суда. Об этом стало известно на Ялтинском международном форуме. Организация регулярного транспортного сообщения – один из важных вопросов сотрудничества. Вениамин Кондразев предложил создать единую стратегию развития Краснодарского края и Республики Крым. С подробностями наши краснодарские коллеги. После возвращения Крыма в Россию курорты полуострова набирают обороты. Интерес к нему туристов все больше растет. И все чаще говорят о том, что вскоре они составят конкуренцию Азово-Черноморскому побережью Кубани. Но власти регионов открыто заявляют – Краснодарский край и Крым соревноваться не собираются и не должны. Более того, Кубань готова делиться своими эффективными решениями и помогать соседям в развитии. На Ялтинском форуме руководители регионов подписывают соглашение о сотрудничестве. Но для обоих сторон это просто документальное закрепление многолетней дружбы. Мы должны подготовить и создать совместную стратегию развития Краснодарского края и Республики Крым. И дальше по шагу уже двигаться к тому, чтобы благополучие и процедание наших регионов было еще лучше. И больше мы смогли сделать для того, чтобы завтрашний день был более уверенно и успешно нами встречен. Взаимодействие осуществляется с первого дня возвращения нашей республики на историческую ровную. Краснодарский край – наши друзья, соседи. Первая помощь пришла у нас к Краснодарскому краю. Перспектив взаимодействия достаточно. В первую очередь они, конечно, связаны с развитием курортного кластера. Но точек соприкосновения гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Строительные материалы могут поставляться на проекты Республики Крым, проекты в области сельского хозяйства. Мы видим, что сейчас активно развивается эта фаза функциональных проектов сельского хозяйства. Здесь наши аграрии могут получить новые возможности. Но сегодня мы ищем, ищем те новые дополнительные точки роста. Совместно Кубань и Крым могут решать и вопросы импортозамещения. Оба региона сегодня славятся своим виноделием. Одно из предложений Вениамина Кондратьева – разбивать совместные виноградники и создавать питомники. Винный кластер, который сегодня может быть брендом и сегодня уже является брендом и Краснодарского края, и Крыма. И, конечно, мы хотим развивать. И сегодня надо понимать, что на рынке российском присутствует, конечно, вино из других стран мира. Но мы сможем, мы способны и Краснодарский край, и Крым максимально заполнить российский рынок нашим отечественным вином высочайшего качества. Кубань для Крыма сегодня как игольное ушко, через которое строится экономика полуострова. По нашим дорогам везут товары со всей России. Много поставок из самого Краснодарского края. Крым нуждается в продукции Краснодарского края, которая производится на территории Краснодарского края. И действительно, у вас очень много процессов, которым нам можно поучиться, перенять положительные практики. В свою очередь, мы готовы оказать методическое содействие по любому направлению. С начала этого года на полуостров с территории края всеми видами транспорта было перевезено более 600 тысяч человек. А по итогам 2016-го только паромная переправа через Керченский пролив обслужила 6 миллионов пассажиров. В скором будущем добраться в Крым станет возможно чуть ли не из каждого морского города края. А это еще одна перспектива экономического взаимодействия. Ведется проработка транспортного пассажирского сообщения между городами Черноморского побережья, такими как Сочи, Туапсе, Новороссийск, Геленджик, Анапа и, соответственно, связать их с Крымом. Для этого на сегодняшний день уже есть предложения по судам на подводных релях, совершенно новые, быстроходные. Планируется организация и начало этих регулярных пассажирских сообщений в конце, во второй половине 2018-го, либо в первой половине 2019-го года. Между Кубанией и Крымом много лет самых разных взаимоотношений. Сегодня структура экономики регионов во многом схожа. А значит, совместными усилиями станет возможно сделать ведущие отрасли еще сильнее. Мария Крошный, Денис Перец, Кубань, 24, Крым. Краснодарский край и Адыгея будут вместе работать над проектами ведущих отраслей экономики. Главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве. Для этого сегодня делегация из соседней республики приехала в столицу Кубани. На встрече обсудили дальнейшую совместную работу по нескольким направлениям. В частности, речь шла о ремонте и строительстве дорог, которые связывают два субъекта. Одна из них ведет в Лаганаке. Развивать этот горно-климатический курорт, по мнению Вениамина Кондратьева, возможно, только объединив силы. Уже лет 20 о нем все время говорим, а может уже и больше. И говорим, и говорим. Надо просто перестать делить и перестать делиться. Только совместными усилиями, когда мы объединимся, мы можем из курорта Лаганаке сделать настоящий курорт. Притом доступный сегодня для жителей и края, и Адыгеи, да и другим. Для этого тоже нужна совместная стратегия. Понимание, как мы будем двигаться, какова будет дорожная карта, и что нам нужно делать. Конечно, без федерального центра, коллеги, мы ничего не сделаем. И без бизнеса ничего не сделаем. Для этого, почему нужна дорожная карта, понятные, прозрачные правила игры. По каким принципам будет создаваться курорт Лаганаки. Если мы их создадим, вот что сегодня от нас здесь сидящих зависит. Если мы создадим эти понятные правила, бизнес поверит и придет. Безусловно, у Краснодарского края есть опыт. Безусловно, организации именно курортов. Ничто нам не мешает сегодня совместно двигаться в этом направлении. И республика Адыгея, и Краснодарский край получат плюсы, получат свои дивиденды. И в этом направлении мы сегодня и по инфраструктуре продвинулись, и в этом направлении шагаем. Также, по словам Венемина Кондратьева, сотрудничество возможно расширять и в других сферах, например, агропромышленном комплексе. В завершении встречи губернатор Кубани пригласил делегацию из Адыгеи на празднование 80-летия Краснодарского края. Не более 200 сигарет и 5 литров алкоголя. Таможня дает добро. В случае же недостоверного декларирования товаров конфискуют все. Во избежание неприятностей с апреля введено обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом. Такой механизм призван увеличить скорость совершения таможенных операций, что актуально в преддверии летнего курортного сезона. Предварительная информация включает в себя сведения о воздушном судне и маршруте полета, о ввозимом товаре, а также о его отправителе и получателе. В противном случае партию товара отнесут к области риска. Подобные так называемые новые технологии уже используют ряд авиалиний, осуществляющих регулярные, в том числе международные рейсы в Сочи. Среди них и авиакомпания, которая поставляет в город курорт оборудование для проведения Формулы-1. Первая партия весом более 102 тонн уже прибыла. Сейчас таможенный орган ожидает предварительную информацию еще по четырем партиям товаров для королевских гонок. Такая форма работы должна действовать и с каждым пассажиром воздушных судов. По прошлому году у нас было больше 260 дел об АП выявлено при пересечении гражданами границы. Чаще всего это связано просто с незнанием, с незнанием законодательства, хотя сегодня возможности для этого большие. Сейчас уже пассажир может в Сочи подать таможенную декларацию, пассажирскую таможенную декларацию, заполнить ее в электронном виде и подать через портал. С нормами провоза, со списком товаров, подлежащих декларированию, можно ознакомиться на сайте Федеральной таможенной службы, впрочем, как и на сайте сочинской таможни. Там же вся информация о ряде ограничений. Например, декларировать не надо деньги, если у вас не более 10 тысяч долларов. Кто возвращается, особенно из поездок, посещает магазинный дьюти-фри, и немножко выпадает из памяти, что в частности у нас можно табачных изделий возить не так много, в эквиваленте до 250 грамм табака, ну или там 200 сигарет, 50 сигар. По алкоголю не более 5 литров алкогольных напитков. Предварительная информация, которая с апреля считается обязательной, должна быть направлена в таможню не менее чем за два часа до начала регистрации на рейс. Вне закона в центральном районе Сочи строится жилой комплекс в нарушении всех действующих норм. Оценку действий застройщика в ближайшее время должен дать суд. Улица Лавровая-1. Судя по разрешению на строительство, которое землепользователю выдала мэрия, здесь должны были строить индивидуально жилой дом. По факту же, по данному адресу возводят целый жилой комплекс. Застройщик приступает к строительству четвертого этажа. Администрация города Сочи обратилась с иском в суд о демонтаже незаконно возмеденных конструкций и приведении объекта в разрешенное состояние. Кроме того, при подготовке искового материала в суд было установлено, что землепользователь данного земельного участка даже не попытался обратиться в администрацию города за получением разрешительной документации. То есть даже не предпринял попытки, а самовольно возводит в нарушение всех норм действующих данный объект. А судя по данным сайтов продаж недвижимости, застройщик планирует возвести вообще 12-этажный многоквартирный дом. Пока же здесь проживают строители. На каком основании они находятся на данной территории, сейчас выясняет полиция. Оценку же действием самого застройщика вынесет суд. Администрация города ждет даты первого заседания. Сочинские ветераны пройдут оздоровление на курорте. В преддверии Дня Победы стартовали традиционные городские проекты по санаторно-госпитальному лечению. Путевки в санаторий участники войны и труженики тыла получат бесплатно. Также ветераны могут пройти диспансеризацию на дому, в поликлиниках и больницах. Расскажет Татьяна Говоркова. Программа организации лечения ветеранов была сформирована по инициативе главы города в преддверии 70-летнего юбилея Великой Отечественной. Идею Анатолия Пахомова тогда активно поддержали практически все городские здравницы. Диспансеризация ветеранов и участников войны проходит во всех лечебных учреждениях. А в рамках городского проекта «Олимпийское здоровье ветеранам» госпитальное лечение для участников войны со всех районов проходит в самой современно оснащенной 8-й горбольнице. Они проходят здесь обследование, они здесь проходят оздоровление. Некоторые из них – это наше прикрепленное население, а некоторые – из других районов. Около 20 уже прошли, но планируется 30-35. И если будет больше, то мы готовы и большее количество обслуживать. Еще раз повторюсь, что в принципе для этих целей у нас койки всегда резервированы, и мы к этим праздничным дням не отказываем никому, ни одному ветерану. Ольга Ивановна Падалко уже во второй раз проходит диспансеризацию. Направление в больницу ей дали в поликлинике по месту жительства. Условиями и лечением вполне довольна. Очень внимательно. Все профессионалы. Оборудование тут все. Исследования на все случаи. И УЗИ, и ЭКГ. Питание нормальное. Нормальное питание, потому что все далеко. Мне передачи не носят, но мне хватает. И даже не худею. В Сочи действуют три проекта по оздоровлению ветеранов. Это санаторно-госпитальное лечение, ежедневная диспансеризация на дому и так называемые автобусы здоровья. Сдать анализы, пройти компьютерную томографию, рентген, УЗИ, ЭКГ и цитологические исследования участники Великой Отечественной могут не только в стационарии и в поликлиниках. Многим ветеранам далеко за 80-е добираться до медучреждения им сложно, поэтому все узкие специалисты проводят консультации и по месту жительства. За последние два года в Сочи выявлены 28 новых видов вредителей растений. Всех их привезли из Европы, и каждый из них опасен для флоры курорта. Экологи предупредили о зеленителе города, о возможных проявлениях насекомых, а также рассказали о последних изменениях в законодательстве природоохраны. Ветки, пораженные туи, принесли навстречу специальные очевидные доказательства развития паразитов. Массовое высыхание некоторых растений в Сочи заметили пару лет назад. И дело не в засушливом лете. Теперь ученым точно известны. Деревья портят мраморный клоп. Вместе с ним в списке поселившихся на курорте паразитов еще 27 видов. Они питаются, а значит губят плодовые субтропические виды. Мы всегда говорили о том, что когда сошли в обороны, эти поливатильные виды, которые имеют несколько генералов, в течение этого года, самая эффективная борьба, это борьба с первым весенним поколением. Во-первых, они ослаблены сегодня. И тем самым мы снижаем в самом начале клуба их численности, для того, чтобы в дальнейшем себя немножко обезопасить. Способов истребления вредителей много. Одни уничтожаются исключительно вручную, других одолеть можно только специальными препаратами. И если уж истреблять паразитов, то повсеместно. Точечная обработка не спасет. Если в одном саду от вредителей избавляются, а в соседнем нет, то эффективность работы первых сойдет к нулю. При этом в борьбе против насекомых далеко не все средства хороши. Специфика города, города-курорта, города насыщенно водными объектами, не всегда можно пользоваться теми препаратами, которые разрешены этими ограничениями. Массовая атака насекомых в прошлом летом стала показательной для всех озеленителей. Марокканскую суранчу ждут и в этом году, если не принять меры уже сейчас. Третья декада апреля – время, когда вредители начинают просыпаться, дабы сохранить самое ценное для Сочи, да и для всей страны в целом. Сегодня уже на федеральном уровне приняты кардинальные меры. Со сельского хозяйства ушло заключение за подписью председателя общественной палаты о рассмотрении возможности включения ряд вредителей, список карантинных вредителей Российской Федерации. И действительно прошло немного времени, специалисты Министерства сельского хозяйства рассмотрели данную проблему и пришли к выводу, что действительно большую угрозу наносят эти насекомые нашему городу. Шесть видов насекомых, которые только войдут в список карантина, будут внимательно отслеживать на территории Большого Сочи. Руководители участков, где вредителей все же найдут, будут не просто обязаны срочно их истреблять, но и понесут ответственность перед законом. Гелена Овсецина, телекомпания ФКТ. Сочинцы снова смогут побывать в гостях у моряков. С 1 по 6 мая в морском порту экскурсантов будет ждать парусник Херсонес. История легендарного парусника очень богата подвигами и достижениями. Это титул «Альбатрос», который парусник получил за покорение знаменитого мыса «Горн». Участие в крупнейших морских фестивалях мира и победы в международных регатах Больших парусников. Все желающие смогут ознакомиться с легендарным судном, с его историей и экипажем, устройством парусника и бытом моряков, поучаствовать в конкурсах и в традиционном подъеме паруса вместе с командой. Для тех, кто захочет научиться вязанию морских узлов, моряки проведут мастер-класс и конкурс. Также с 1 по 6 мая в морском порту будет открыта выставка «Паруса России». Большая часть работы – это снимки, сделанные во время Черноморской регаты Больших парусников. На выставке можно будет увидеть уникальные фотографии парусника Херсонес в первые годы, с начала постройки и по настоящее время. В случае определят лучшего шашлычника. Необычный фестиваль, посвященный любимому многими блюду, пройдет на «Розе Хутор» с 30 апреля по 1 мая. Лучшие повара курорта приготовят шашлык на высоте 1170 метров над уровнем моря. Откроет фестиваль-конкурс «Золотой шампур» среди шеф-поваров сочинских ресторанов. Участники приготовят сочный шашлык, а зрительское жюри выберет самый яркий вкус. Узнать секреты приготовления лучшего шашлыка смогут все желающие. Обладатель «Золотого шампура» проведет специальный мастер-класс. Показать свое мастерство в приготовлении шашлыка смогут и любители. 1 мая необычный фестиваль продолжат любительские соревнования кулинаров «Шашлык-машлык». В Сочи проходит 11-й международный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпромнефти». В нем участвуют 27 клубов из пяти стран. По традиции наш город принимает группу «Запад». Матчи «Востока» проводятся в Омске. Основные площадки «Кубка Газпромнефти» в южной столице страны – Олимпийские дворцы «Айсберг» и «Большой». Как проходило открытие крупнейших в Европе хоккейных соревнований для 11-летних спортсменов, расскажет Ольга Десятого. Ледовый дворец «Большой» в день открытия «Кубка Газпромнефти» собрал более 7 тысяч зрителей. Олимпийская арена встретила поклонников хоккея концертом популярной группы «Пицца» и масштабным ультимедийным шоу, в котором была представлена каждая из пяти стран-участниц. На лед выходят участники турнира. Всего за трофей сражаются 27 команд. 14 из них играют в группе «Запад», в том числе дебютант состязаний «Хоккейный клуб Сочи». И количество участников единственного официального детского турнира КХЛ будет только расти. Рассматриваем вопрос расширения географии турнира за счет приглашения европейских команд из стран, которые не входят в КХЛ. Предложим делегироваться по одной детской команде для нашего турнира в следующем году. Таким образом мы расширимся, я думаю, на 3-4 команды в следующем году. Расходы по организации турнира полностью на себя берет «Газпромнефть». Все для того, чтобы юные участники почувствовали атмосферу настоящего хоккейного праздника. В нее, кстати, могут абсолютно бесплатно погрузиться и зрители. Их немало собралось на матчи-открытия. В Сочи столичный ЦСКА обыграл действующего чемпиона Кубка Ярославский локомотив 4-1. Это очень крутые турниры, которые все хотят выиграть. У кого желание будет чуть больше, тот выиграет. Групповые этапы турнира в Сочи и Омске завершатся финальными матчами 24 апреля. В аваритах сложно, конечно, выделить. Последние 4 года Кубок уходит на Запад. До этого три раза подряд Восток выигрывал. Поэтому, наверное, главная интрига – сможет ли Восток в этом году какая-то из команд забрать Кубок и увезти к себе. Интрига разрешится на суперфинале между победителями Востока и Запада в Омске. 26 апреля там будет разыгран главный трофей, который, кстати, изготовлен теми же мастерами, что и Кубок Гагарина. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Сочинская команда вышла в плей-офф в хоккейном турнире. Наши хоккеисты впервые принимают участие в международном соревновании детских команд континентальной хоккейной лиги. Всего в соревнованиях участвуют 27 команд из пяти стран. Дебютировал детский хоккейный коллектив Сочи в матче с командой из Салихарда. Итог игры нашего клуба с Ямалом – 5-2. Второй матч у сочинских хоккеистов тоже был победным. А вот третья игра с Ладой из Тольятти прошла неудачно. Проигрыш в сухую. За седьмое-восьмое место Сочи сегодня боролся с московским клубом «Динамо». Я считаю, что мы удачно выступили. Уже минимум восьмого места не займем для Сочи, так как мы впервые участвуем в этом турнире. Я думаю, это хороший результат. Итоги международного турнира среди детских хоккейных команд будут подведены завтра. И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология Сококовски работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывают все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Спасибо за внимание.